Частный и государственный космос, да и технологии в целом, активно развиваются. Буквально с начала тысячелетия мы совершили огромный скачок в направлении миниатюризации техники, увеличения вычислительных мощностей и уменьшения энергопотребления. За последние 10 лет количество работающих спутников на орбите возросло с 997 до более чем 5000, а компаний, как собирающих аппараты, так и доставляющих их в космос, становится всё больше. Основные направления, над которыми сейчас работают компании — дистанционное зондирование Земли, связь, радары с синтезированной апертурой, оптические наблюдения, гиперспектральная съёмка, подключение для интернета вещей. Космос перестаёт быть площадкой исключительно для военных и учёных, потихоньку на околоземную орбиту выходят всевозможные сферы услуг, обобщить цели которых можно одним коротким словом — связь. Это всё огромная отрасль, в которой уже сейчас задействованы миллионы человек, и которая прямо влияет на нашу с вами жизнь. Однако же не всё так радужно, не всё так весело, и, увы, не всё так интересно, как хотелось бы нам, любителям и энтузиастам космического развития. Лично я уверен, что в 2020-е космос будет довольно скучным, и в ближайшие минут 15 расскажу, почему именно. У микрофона Павел Поцелуев, вы находитесь на главном ретрансляторе галактического телевидения Альфа Центавра, устраивайтесь поудобнее, мы приступаем. Как я уже сказал, околоземный космос, частный не только, растёт невероятными темпами. При этом всё более остро становится вопрос обслуживания всей этой гигантской индустрии. Известный тезис Илона Маска о том, что ракеты должны работать как самолёты, с возможностью обслуживания, применим для космической отрасли в целом. Рентабельность технологий и миссий постепенно выходит на первый план, а запрос на упомянутое обслуживание растёт с каждым годом, а если вообще не с каждым кварталом. Техника выходит из строя, или же остаётся рабочий, но теряет топливо. Отработавшие своё или поломанные аппараты необходимо сводить с орбиты, а в случае потери управления сделать это самостоятельно компания-владелец спутника может далеко не всегда. Представьте себе обычный семейный автомобиль и подумайте о том, сколько обслуживания он требует всего за несколько лет работы. Спутниковая техника куда более сложна и требовательна. Просто раньше отношение к ней было как к чему-то недолговечному и более одноразовому, что ли. Сейчас же материаловедение, да и в целом технологии разработки космических аппаратов позволили рассчитывать на более продолжительные сроки работы этой сложной техники. Но продление срока жизни автоматически влечёт за собой и необходимость в обслуживании. Однако же задумайтесь, на данный момент у нас нет ни одной крупной компании, которая занималась бы орбитальным обслуживанием. Мы начали строить орбитальную инфраструктуру, хотя пока не озаботились вопросом её поддержания. Мало того, на государственном и межгосударственном уровнях, там где эти вопросы предстоит регулировать законодательно, сейчас по сути имеется пробел. Есть базовая ответственность за выводимые и сводимые с орбиты аппараты, за, собственно, сами орбиты, но она прописана очень нечётко. А некоторым государствам, вроде Российской Федерации, Китая и Индии, вообще плевать на все эти международные нормы. Вспомните только испытания противоспутникового оружия, которые проводились на небезопасных орбитах. В случае РФ обломки взорванного спутника вообще много раз пересекали орбиту Международной космической станции, и никакая ответственность за подобные опыты до сих пор не предусмотрена. Да и, как показывает практика, привлечь к ней всё равно было бы слишком трудно. С другой стороны, лёд всё-таки немного тронулся, и Соединённые Штаты и Европейский Союз начали готовить законодательную базу хотя бы для вопросов космического мусора. США, например, сократили срок, который отводится операторам на сведение спутников с орбиты. В ЕС разрабатывают нормы, обязывающие космических операторов убирать за собой, если речь идёт об околоземной орбите. Шаги в этом направлении делают и частные космические компании. Прошло уже несколько встреч, где игроки рынка обсуждали вопрос обслуживания собственных аппаратов на орбите. Короче, можно точно утверждать, что мы сейчас обсуждаем зарождение нового большого частного сектора обслуживания околоземной орбиты. Это просто неизбежно. Поэтому множество частных компаний будут стараться захватить этот рынок или хотя бы обозначить своё на нём присутствие. Пирог довольно большой и очень вкусный. Попытаться откусить свой кусочек есть смысл любой компании, которая уже занимается космическими технологиями. В принципе, мы уже наблюдаем этот процесс вживую. Обратите внимание, сколько частников сейчас пытаются запустить проекты по дозаправке или обслуживанию аппаратов на орбите. Сколько игроков готовят проекты по уборке космического мусора. А это направление будет щедро оплачиваться государствами. Точно так же, как щедро оплачиваются проекты по защите окружающей среды на Земле. Это, а также стремительно развивающийся космический рынок, главные причины, по которым стартапам будет всё легче продавать свои идеи по работе на околоземной орбите инвесторам. А в ближайшие годы, после завершения экономического кризиса и стабилизации политической и военной обстановки, следует ожидать взрывного роста числа компаний, которые ринутся в ближайший космос, обслуживать всё, что человечество успело туда назапускать. Правда, космическая конкуренция – это очень сложная и опасная штука. Я рассказывал об этом подробно в ролике о том, почему SpaceX – последняя частная компания своего рода. Однако повторю пару тезисов оттуда и здесь, так как они применимы к отрасли в целом. Любая компания, которой удастся захватить кусок рынка в самом начале его развития и расширения, может стать монополистом в той сфере услуг, которую она будет предоставлять. В космосе антимонопольные правила практически не действуют. Государство и так рады частникам, которые берут на себя исследования и разработку базовых технологий. Поэтому все небольшие игроки будут либо хвататься за государственные программы – например, такой я уже привёл – это уборка орбитального мусора – либо объединяться с другими частными компаниями, у которых уже есть собственная инфраструктура. Рано или поздно ситуация устаканится, будут установлены основные компании, которые займутся либо исключительно обслуживанием орбитальных аппаратов, лабораторий и станций, либо же будут одновременно этими объектами владеть. То есть, по сути, обслуживать сами себя. Да, на это потребуется от 5 до 10 лет. Пока станут ясны действительно необходимые услуги, пока конкуренция позволит создать более-менее эффективные и экономически выгодные методы эти услуги предоставлять. Эти 5-10 лет станут настоящей эпохой космической турбулентности. Новый рынок быстро перенасытится, а стартапы будут лопаться один за другим, разочаровывая инвесторов в космической теме в принципе. В итоге такого естественного отбора останутся самые сильные инновационные компании, те, у кого будет достаточно денег и контрактов для уверенной работы, либо те, которые успеют примазаться к государственным программам. Я намеренно оставляю за скобками тоталитарное государство вроде КНР, где частные космические компании уже много лет веселят нас своими проектами на списанных государством межконтинентальных баллистических ракетах, и которые привлекают только внутренний государственный капитал. У них свой путь — попытаться запустить несколько отживших своё военных ракет с полезной нагрузкой и закрыться, возможно, захлестнув немножко деньжат из гонконгского международного корыта. Я же говорю в первую очередь о реальных рынках с реальной конкуренцией и инвестициями. Именно они будут развиваться, бурлить и оставлять за бортом самых неудачливых. При этом следует понимать, что наука и дальний космос в это десятилетие, а я полагаю, что и в последующие полтора-два, будут оставаться исключительно за государствами. Да, частные компании будут помогать запускать миссии, будут обеспечивать и обслуживать их, однако конечными бенефициарами пока будут оставаться либо отдельные государства, либо их объединения. Примером может служить Европейский Союз, который собирается значительно усилить своё присутствие в космосе именно в эту предстоящую эпоху турбулентности. Самое важное, что следует здесь понять, это то, что развитие околоземной инфраструктуры и дальнего космоса должны идти параллельно. Без развития первого невозможно второе, а без второго нет смысла вкладываться в первое. Людям нужно чётко поставить цель исследования космоса. И если мы хотим, чтобы этими исследованиями занимался бизнес, показать, что на нём можно заработать. Кстати, вы, вот прям лично вы, тоже получаете от меня чёткую цель. Пожалуйста, не забудьте поставить под этим видео хороший такой исследовательский лайк. Ещё лучше будет, если вы поделитесь роликом с друзьями, оставите комментарий или даже проверите статус своей подписки. Если вдруг вы не подписаны на канал, пожалуйста, поскорее исправьте это недоразумение. И не забудьте ударить в колокольчик, мы выпускаем не больше двух видео и пары текстовых постов в неделю, так что вы не пропустите ничего важного, но и не будете нагружены лишней информацией. Всё прожали и проверили? Двигаемся дальше по сценарию. Из всего сказанного мы переходим к простому выводу. Обеспечить прогресс в создании орбитальной инфраструктуры можно только комплексно, занимаясь одновременно и юридической стороной вопроса, и стимулируя частников, разрабатывая программы, где их помощь обязательно пригодится. При этом не забывая о долгосрочных целях, исследовании всей Солнечной системы. Только подобный менеджерский подход способен позволить государствам и частным компаниям достичь успеха. Эпоха обслуживания орбитальной инфраструктуры станет проверкой человечества на готовность шагнуть куда-то глубже в космос. Как только рынок, как я сказал, успокоится и стабилизируется, необходимо будет иметь план, что делать дальше. Мы просто не можем позволить себе остановиться, как сделали в 90-е. Болтаться 30 лет на околоземной орбите, конечно, замечательно, но это не способствует ни развитию космического частного сектора, несерьёзным научным открытием. Без денег, без синергии государства и бизнеса развитие просто невозможно. Правда, при этом стоит учитывать, что далеко не все государства могут позволить себе такой комплексный подход. Конечно, можно разработать законодательную базу и сказать частникам «запускайтесь». Однако так это не работает. Только те страны и международные объединения, которые способны создавать собственную орбитальную инфраструктуру, смогут создать и обеспечить запрос на её обслуживание. Как минимум, такие государства должны иметь собственный выход в космос, желательно развитую рыночную экономику и условия для развития частных компаний. Невозможно выдать инженерам остатки военных ракет и сказать «вы теперь частная компания». Упомянутый мною пример КНР это отлично показывает. Государство не должно ставить перед бизнесом цель. Задача государства в этом случае – обеспечить условия для работы и дать компаниям зарабатывать деньги. Тем странам, которые не имеют собственных космических технологий, лучше уже прямо сейчас налаживать связи с серьёзными игроками. Потому что потом может быть поздно. Точно так же, как было поздно с МКС, с окололунной станцией и другими международными проектами. Орбитальная инфраструктура будет пёстрой. Однако, очевидно, уже лет через 10 мы будем видеть лидеров в её поддержании и обслуживании. Лидеров как государственных, так и частных. Исходя из всего сказанного, мой прогноз на оставшиеся 8 лет 2020-х – следующий. Человечество потихоньку будет отстраивать околоземную инфраструктуру и аккуратно шагнёт на окололунную орбиту. Появится множество проектов, которые будут обслуживать орбитальные аппараты. Займаться дозаправкой, продлением срока службы, ретрансляции данных, сведением с орбиты отработавших своё аппаратов. Всё это продлится как раз около 10 лет, позволит выделить лидеров и аутсайдеров, обрисует контуры будущих инфраструктурных систем, которые человечество попытается повторять и масштабировать уже далеко за пределами Земли. Это будет довольно скучно в плане прорыва в десятилетия, однако одновременно оно будет захватывающим, в том плане, что мы будем наблюдать за борьбой частных компаний на околоземной орбите. Мы станем свидетелями становления человечества как вида, который, наконец, покорил космос. Хотя бы околоземный. Друзья, подобные видео выходят на канале исключительно благодаря тому, что у Альфа Центавра есть спонсоры на Ютюбе, Патреоне и даже в Телеграм. Это люди, которые добровольно отправляют нам ежемесячный донат в размерах от одного доллара, а взамен получают кое-какие приятные бонусы и эксклюзивы. Мы отказываем рекламодателям в размещении интеграции на канале, ограничиваясь только рекламой Google AdSense. Мы содержим большой коллектив в 15 человек. Это люди, которые работают, чтобы вы получали свежие новости, космические дайджесты, переводы полнометражных фильмов НАСА и много-много другого контента. Каждая ваша копейка идёт на пользу нашему проекту, поэтому если вы вдруг планировали нас поддержать, сейчас самое время это сделать. Все необходимые ссылки я оставлю в описании под видео. Спасибо. И не забывайте главного. Мы не можем приблизить звёзды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звёздам. Редактор субтитров А.Сёмкин